А между тем приближается светлое Христово воскресенье, и заботливые хозяйки уже начинают задумываться о том, какие приготовят пасхальные угощения. О том, что является неотъемлемой частью праздничного стола жителям Екатеринбурга, рассказали сестры Новотихвинского монастыря, которые возрождают старинные традиции православного быта. Новотихвинский женский монастырь славится не только своими удивительными, красивыми и проникновенными богослужениями, но и вниманием к традиционному русскому быту. Сестры умеют готовить очень вкусные, постные и скоромные блюда. В преддверии Пасхи они приготовили для горожан и гостей Екатеринбурга куличи, крашеные яйца и пасхи. Монахи они стараются все сделать из натуральных продуктов, а главное – с любовью и молитвой, поэтому продукция получается и вкусная, и полезная. Расписанные сестрами куличи радуют глаз. У нас очень много рисунков на разные вкусы. Кому какой нравится. Есть вербочка, яблонька, это шоколадные куличи с вербой. Есть вот такой вот куличик, традиционный у нас, как мы говорим, детские куличи с цыпленочком. После ночного пасхального богослужения принято разговляться красным яйцом, куличом и Пасхой. Только после этого вкушают остальные праздничные блюда. Сегодня яйца и куличи можно купить и в магазине, а вот Пасха по-прежнему остается домашним угощением. Одним из рецептов с нами поделилась сестра Марфа. Основой Пасхи является жирный творог. Творог нужно перетереть несколько раз через мелкое сито. Затем перемешиваются сливочное масло с сахаром, добавляется сметана, соль и ванилин. Все это соединяется с протертым творогом, добавляется корица и полученная смесь выкладывается в специальную форму для Пасхи. Форма ставится в холодильник на сутки, после чего Пасху можно расписывать кремом, который делают из сливочного масла и пищевого красителя. Изображается, украшается, расписывается словами, буквами ХВ, это Христос воскрес, и крестиком, то есть крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. И на некоторых Пасхах еще изображают лестницу, которая ведет человека в рай, в Царство Небесное, в будущую жизнь. Пасхальные блюда – это не просто угощение, они напоминают нам о смысле праздника, освобождении из плена греха и победе над смертью. Очень важно, чтобы мы не забывали, что у каждой радости есть предмет радости. И вот этим предметом радости является в первую очередь вот это духовное торжество, это торжество жизни. Для тех же, у кого нет времени готовить праздничную трапезу самому, Новотихвинский женский монастырь предлагает готовую продукцию, выполненную в лучших традициях. Продажа пасхальных угощений начинается в четверг, а к субботе уже все бывает раскуплено. Успевайте покупать подарки для семьи и друзей.